Здравствуйте! На телеканале Интекс программа «Посфактум». Мы расскажем о том, что произошло в нашем регионе. В последнее время сотрудники госавтоинспекции большое внимание уделяют тому, насколько правильно владельцы транспортных средств паркуют свои автомобили. Особенно это касается парковки на зеленой зоне. Подробнее в нашем первом сюжете. Для жителей городов появление большого скопления машин на улицах давно стало привычным делом. Но одно дело, когда транспортное средство находится на проезжей части, а абсолютно другое, когда не хватает парковочных мест и стоянок, и тогда автомобили приходится ставить на зеленых зонах. Парковки на зеленке – пожалуй, самая обсуждаемая тема после качества дорог. Ссылаясь на нехватку свободных мест, водители бросают свой транспорт прямо на газонах, что категорически запрещено законом. За халатность, а порой банальную наглость предстоит ответить. Об этом автолюбителям напомнили сотрудники госавтоинспекции в ходе профилактического рейда. ГАИ напомнило нарушителям, что от зеленки с такими темпами скоро ничего не останется. Там, где регулярно паркуются машины, образовались утрамбованные проплешины. К сведению, пробить нарушителя для инспектора ДПС не составляет труда. У него есть планшет, и он легко может узнать по номерам имя и телефон владельца автомобиля. Напомним, за парковку на зеленой зоне предусмотрен штраф – одна базовая величина. За повторное нарушение – уже две базовые. А вот если водители оставили свои машины в проездах со стороны жилой застройки, создавая тем самым препятствия для движения спецтехники и людей, сотрудники ГАИ вправе произвести принудительную эвакуацию. В Барановичах задержан пьяный водитель. Вечером 12 марта в ходе надзора за дорожным движением на перекрестке улиц Профессиональной Чернышевского внимание инспектора в ГАИ привлек автомобиль Peugeot 406. Включив проблесковые маячки, сотрудники через громкоговорящее устройство потребовали водителя остановиться. Водитель проигнорировал данное требование и попытался скрыться. Правоохранители начали преследование. Вскоре автомобиль был остановлен. В ходе беседы с водителем инспекторы предположили, что он находится в нетрезвом состоянии и предложили пройти освидетельствование. Житель Барановичей был доставлен в Барановичский межрайонный наркологический диспансер, где прибор показало на целые 0,15 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В результате 49-летний горожанин привлечен к административной ответственности и должен выплатить штраф 50 базовых величин. Кроме того, он лишен права управления транспортным средством на три года. Вечером 11 марта на улице Бреской произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись микроавтобус Mercedes, BMW и Fiat. К счастью, в аварии никто не пострадал. Машины получили механические повреждения. По словам очевидцев, причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции. 16 марта на улице Комсомольской столкнулись два автомобиля. Автомобиль марки Peugeot двигался по улице Комсомольской со стороны центра в сторону Третьяков, в то время как автомобиль Opel ехал по улице Кудрина. На перекрестке машины столкнулись. Улица Кудрина является второстепенной по отношению к улице Комсомольской, поэтому водитель автомобиля Opel обязан был уступить автомобилю Peugeot. Как сказал сам виновник аварии, его ослепило солнце, из-за чего он не увидел двигавшийся по главной дороге автомобиль. В аварии никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. 12 марта на проспекте Советском произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Подробности аварии в нашем сюжете. Вечером 12 марта на проспекте Советском на перекрестке у Ледового дворца произошло дорожно-транспортное происшествие. В лобовом столкновении сошлись два легковых автомобиля – Мерседес и Шевроле. По счастливой случайности, несмотря на сильный удар, авария обошлась без жертв. Легковой автомобиль Мерседес двигался по проспекту Советскому со стороны торгово-выставочного комплекса «Светиловский» в сторону гипермаркета «Корона». В это время ему навстречу ехал легковой автомобиль «Шевроле». На перекрестке проспекта Советского и улицы Жукова водитель легкового автомобиля «Шевроле» решил повернуть налево на улицу Жукова. В тот момент, когда водитель «Шевроле» начал совершать маневр поворота, в него и врезался двигавшийся в прямом направлении автомобиль «Мерседес». Как рассказал водитель «Мерседеса», он ехал по проспекту Советскому в прямом направлении, как внезапно перед ним с полосы встречного движения на улицу Жукова начал поворачивать автомобиль «Шевроле». «Я принял меры экстренного торможения, пытаясь избежать столкновения, но так как асфальт был очень мокрым, этого сделать не удалось», пояснил водитель автомобиля «Мерседес». Удар от столкновения был таким сильным, что у обеих машин сработали подушки безопасности. Люди в аварии не пострадали. Машины получили очень серьезные механические повреждения. Госавтоинспекция напоминает водителям, что необходимо быть предельно внимательными, особенно во время плохих погодных условий, а также призывает безукоризненно соблюдать правила дорожного движения. Отдел внутренних дел Барановичского горисполкома устанавливает личность женщины, ставшей свидетелем инцидента, произошедшего 28 февраля текущего года в помещении аптеки номер 10 по улице Ленина. Просим граждан, которым что-либо известно о данной женщине или располагающих какой-либо информации о ее местонахождении, сообщить в Барановичский ГОВД по телефону 102 или в отдел уголовного розыска по телефону 48 47 17. Отдел внутренних дел Барановичского горисполкома устанавливает местонахождение исчезнувшего Жигаревича Валентина Николаевича, 1976 года рождения, проживавшего по адресу улица Крайняя. Данный гражданин уехал на заработки в Москву и не вернулся. Граждан, которым что-либо известно о Жигаревиче, Валентине Николаевиче или располагающих какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить в Барановичский ГОВД по телефону 102 или в отдел уголовного розыска по телефону 48 48 16 48 47 15. В Барановичском районе найдены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. В дежурную часть поступило от местного жителя сообщение о том, что вблизи деревни Утес найден боеприпас, предположительно времен войны. Мужчина рассказал, что во время земляных работ на поле обнаружил металлический предмет, напоминающий взрывное устройство. Саперно-пиротехнической группой войсковой части 7404 установлено, что найденным объектом является 152-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. На следующий день в милицию поступил аналогичный звонок. Во время уборки мусора в лесопосадке вблизи деревни Гирово житель района обнаружил немецкую противотанковую мину ТМ-35. В настоящее время боеприпасы уничтожены. Днем 16 марта в 14.00 в МЧС поступило сообщение о загорании пластикового мусорного бака, принадлежащего к УМОВ ЖКХ, Барановичское городское ЖКХ. Возгорание успели ликвидировать до приезда МЧС, однако контейнеру нанесено серьезное повреждение, а восстановлению он уже не подлежит. Причина происшествия устанавливается. Днем 16 марта в 17.25 в МЧС сообщили о возгорании в жилом двухэтажном доме на улице Богдановича, принадлежащем пенсионерке 1954 года рождения. Огонь повредил несколько конных проемов и утеплитель фасада. Причина пожара устанавливается. Барановичский горроедел по чрезвычайным ситуациям проводит акцию «День безопасности. Внимание всем!» Первый этап, который уже активно реализуется. Подробнее о том, на что направлена данная акция, в нашем следующем сюжете. В рамках первого этапа акции «День безопасности. Внимание всем!» работники Барановичского горроедела по чрезвычайным ситуациями и комбината противопожарных работ провели тематическое мероприятие в детском развлекательном центре. Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью ГРОЧС Андрей Иванович побеседовал с ребятами, объяснил, в каких ситуациях огонь является нашим другом, в каких врагом. В целях профилактики было озвучено, как вести себя, чтобы не создать своими действиями пожароопасную ситуацию и как не попасть в беду. Ребятам напомнили, что телефон службы спасения 101 или 112. Речь шла также о действиях граждан по сигналу «Внимание всем!». Поговорили и о мобильном приложении МЧС Беларуси «Помощь рядом», которое является путеводителем в лабиринте чрезвычайных ситуаций. Представитель комбината противопожарных работ озвучил правила поведения при пожаре, рассказал об огнетушителе, самоспасателе. Были продемонстрированы автономные пожарные, газовые извещатели, а также знаки пожарной безопасности. Работали интерактивные площадки и зоны активации, безопасная эвакуация, правила поведения в толпе, эвакуационные знаки. С детьми и родителями было проведено тестирование в рамках инфокомпании. Проведи время с пользой, с дальнейшим вручением благодарности и подарков участникам. Желающие надели боевую одежду спасателя пожарного и сделали фото на память. Посетители детского развлекательного центра не только с интересом провели свое время, но и повысили уровень знаний по вопросам безопасности жизнедеятельности. Из-за сухой зимы и ранней весны в нашем регионе уже начинают регистрироваться палы травы. Как отмечают в МЧС, палы травы не приносят никакой пользы. Они лишь уничтожают растения, распыляя полезные для почвы микроэлементы. Это приводит к обеднению растительности, повышению кислотности и уменьшению плодородности грунта. Практически все животные и насекомые, которые живут в сухой траве или на поверхности земли, погибают при сильном травяном пожаре. На пепелищах часто находят сгоревшие птичьи гнезда, грызунов, детенышей зайцев, ежей. Огонь наносит непоправимый урон природному разнообразию. Спасатели не рекомендуют жечь траву. Кроме того, что это вредно для растений и животных, опасность есть и для человека. При этом начинающую гореть траву можно потушить самостоятельно. Сбивать пламя можно связкой прутьев или веток лесных деревьев. Можно забрасывать кромку пожара песком. Но если понятно, что самостоятельно погасить пламя не удастся, стоит немедленно сообщить о случившемся по телефону 101 или 112 и постараться как можно быстрее покинуть место возгорания. Это все, что мы хотели рассказать. Оставайтесь с нами и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин